Всем привет! Вы на канале Вечное Лето! Всем привет! И в этом видео мы с Сашей перечислим самые главные, на наш взгляд, минусы жизни в Таиланде. Чаще всего мы в своих видео рассказываем о том, как хорошо жить в Таиланде. Но за то время, которое мы здесь живем, появились и свои минусы. О них мы сейчас и поговорим. Таиланд это удивительная, экзотическая, развитая по азиатским меркам страна, в которую с каждым годом перебирается все больше и больше людей со всего света. Конечно, здесь масса преимуществ, но по видео или чьим-то положительным отзывам у вас может создаться не совсем верное впечатление о данной стране, будто здесь все совершенно идеально. На самом деле это не так. Есть и свои недостатки. Самым главным минусом жизни в Таиланде, на наш взгляд, являются трудности с оформлением. Сюда, к сожалению, нельзя просто так приехать и жить в свое удовольствие. Нужна виза. С каждым годом процесс получения, оформления и продления визы становится все жестче и сложнее. Увеличивается их стоимость, усложняется процесс получения и ужесточается продление виз. Мало того, что годовая виза стоит достаточно дорого, так ее еще могут не дать или не продлить во второй или в третий раз. А это создает какую-то ненадежность и неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому жить в Таиланде по студенческой или туристической визе нужно только тем, кто в любой момент готов покинуть эту страну, у которого есть на это все возможности. На случай, если визу не дали, вы с легкостью сможете отсюда уехать. Про получение гражданства в Таиланде вы и вовсе можете забыть. В общем, с оформлением здесь тяжко. Также здесь сложно найти себе и хорошую работу. Если вы не тайц, то работу вы, скорее всего, здесь не найдете. Конечно, вы можете открыть здесь какой-то бизнес, но для этого нужны большие вложения. Здесь можно жить, если вы имеете квартиру в Москве, сдаете ее там, и на эти деньги здесь хорошо процветаете. Ну, либо у вас есть какая-то работа в интернете, и вы также выводите деньги из интернета. А по-другому здесь на работу, получается, устроиться и не получится. Хотя, конечно, можно, но это будет нелегально. Следующим достаточно большим минусом жизни в Таиланде являются знаменитые азиатские запахи. Проходя по улицам, доносятся запахи из канализации. Поначалу это пугает, поначалу это вообще просто омерзительным кажется. Но со временем как-то привыкаешь или просто не ходишь по тем местам, где пахнет. Потому что пахнет не везде. Поначалу, когда мы приехали, нам казалось, что здесь вообще дико воняет, особенно возле пляжа. Где вот эти люки открытые. Но сейчас мы как-то к этому привыкли, что ли, и для нас это уже не является минусом. Но вот для новичков, которые вот только-только сюда приезжают, они пугаются этих запахов. Поэтому, если вы очень призвливый человек, если вас пугают запахи канализации, то сюда лучше, конечно же, на ПМЖ не приезжать. Также здесь достаточно дорогое медицинское обслуживание. И тем более, если у вас не будет страховки, то какая-то ситуация может обойтись вам очень дорого. К примеру, мы знаем, один парень упал с байка, сломал себе руку. Ему операция обошлась в 250 тысяч бат. Хорошо, что он был застрахован. А если бы он не был застрахован, то ему пришлось бы это все платить из своего кармана. Следующим большим минусом для многих иностранцев является отсутствие привычных и полюбившихся им с детства продуктов. Так, например, в супермаркетах Таиланда практически невозможно найти гречку. Здесь совершенно не продается сметана, нету творога, нет газированной воды. Воды полно, а вот газировки нет. А я так люблю газированную воду. И даже те продукты, которые здесь есть, привычные, типа сыр, колбаса, вот это вот все нам, русским, полюбившиеся, они стоят здесь достаточно дорого. Раза в два, в три дороже, чем в России. За то время, что мы здесь живем, я освоила какие-то тайские блюда. Научилась готовить наши любимые блюда без каких-то продуктов, которые здесь не продаются. К примеру, я делаю салат мимозы без сайры, а с тунцом. Получается по вкусу то же самое. Сейчас как бы для нас не проблема отсутствия любимых продуктов, но иногда очень хочется. По какому продукту ты больше всего скучаешь? Газированная вода. Газированная вода. Очередным недостатком Таиланда является то, что здесь очень много различных насекомых. В первую очередь это, конечно же, муравьи. Да. Они просто вездесущие. Мы с ними успели познакомиться практически в первые же дни приезда в Таиланду. Мы поставили нашу сумку около окна и не знали то, что там могут быть муравьи. И мы как бы к ней не подходили несколько дней. Открываю ее и вижу то, что там просто все завалено муравьями. Они там, я не знаю, что они там делают. Они лазят все, что-то там пытаются найти еду какую-то. Я не знаю. Вся сумка была в муравьях. Я, конечно, был в шоке. Ну, пришлось их всех... Вытравить моим лаком для волос. Да, мы их травили как могли, пытались там что-то сделать. Но это было что-то. В общем, муравьи, конечно, атакуют здесь очень серьезно. Они, кстати, очень устойчивы ко всякой химии. Их не так-то просто изгнать. Один раз проснулся, а Свету все унесли куда-нибудь в логово муравьев. А еще, так как у нас больше половины дня открытый балкон, к нам иногда залетают различные бэтмены. Мы их называем. Что за бэтмен? Они таких больших размеров. У них вот такие рога. То есть, когда это существо залетает к нам в квартиру, для меня это просто маленький шок, истерика. Потому что я хочу поскорее от него избавиться и не знаю, как его поймать. И когда Саша в этот момент нет рядом, мне очень-очень плохо. Это серьезный недостаток. Очень большой. Но многие говорят, вы можете постоянно мазаться какими-то кремами от насекомых. Но я не представляю, чтобы, выходя из душа, вместо масла для тела, я намазывала крем от комаров, муравьев и всяких сущностей. И еще одним важным недостатком является то, что здесь нельзя пить воду из-под крана. То есть, ее приходится постоянно покупать. Несмотря на то, что один литр стоит всего один бат, но все равно приходится ходить за ней и ее покупать. И это, конечно, доставляет свои неудобства. Очередным недостатком является то, что здесь есть языковой барьер. Однажды Саша пошел в магазин и увидел, как русская пара покупает себе сим-карту. И тайц их спрашивает, How long? То есть, на какое время вам нужна сим-карта? Они непонимающе смотрят на него и разводят руками, типа, я не понимаю, о чем ты. Он спрашивает, how long? One month? Two month? One year? И Саша им говорит, как долго вам нужна сим-карта? На месяц, на два, на год? И они, Саша, говорят, 15 дней. Саша приводит тайцу 15 дней. Они удивленно смотрят на Сашу и говорят, Ты говоришь по-ихнему? Да, так и было. Они даже не понимали, что сейчас мы говорили на английском. И как бы это достаточно серьезный недостаток, то, что многие не знают даже английского. Поэтому приезжая сюда, будет серьезный языковой барьер. А еще мы однажды были свидетелями такой ситуации, когда русский спрашивал у тайца, где здесь поезд. Но спрашивал он по методу крокодила. Показывал вот так вот. И потом говорил, чук-чук-чук-чук. А тайца на него смотрел, говорил, о, тук-тук, тук-тук, туда, говорит. И человек пошел. Следующим существенным недостатком для представительниц прекрасного пола является то, что в Таиланде очень сильное, очень мощное солнце, которое просто иссушивает кожу. Особенно вот поначалу. Руки, лицо, шея, волосы просто катастрофически сухие. Поэтому приезжая сюда, обязательно запасайтесь поначалу своими самыми любимыми увлажняющими средствами. Потому что просто выходите на солнце 15 минут, и все просто сухое. И пейте побольше воды. А недостатком для мужчин является то, что здесь слишком много доступных женщин. А, нет, это в достоинство. Не то. Еще одним недостатком, которое здесь есть, и мы к нему не сразу привыкли, это то, что здесь очень рано темнеет. В 7 часов уже ночь. Причем полседьмого был еще день вечер, а в 7 уже ночь. Да, если вы привыкли вставать после обеда, то для вас в Таиланде дни будут пролетать просто с космической скоростью. Еще одним недостатком является то, что здесь очень густая растительность. Вы можете просто в ней потеряться. Хотя, не знаю, это, наверное, тоже достоинство. Что ж, вот и все минусы жизни в Таиланде, которые нам удалось выявить. Вспомнить. И найти. Рассказать. И показать. Честно признаться, мы уже привыкли к этим минусам, и для нас они уже не являются чем-то ужасным. Достоинств, конечно же, больше. Все эти минусы настолько минусовые, что они не стоят того, чтобы сюда не переезжать, мне кажется. Если вы были здесь, то обязательно напишите в комментариях, какие вы знаете недостатки жизни в Таиланде. Опишите их подробно, чтобы все люди о них знали. Мы вас очень любим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok